Благовестие Израилю и всему миру Добро пожаловать на очередную программу «Узнавая еврейского Иисуса». Те, кто смотрит нас регулярно, знают, что рядом со мной моя прекрасная невеста Синтия Маргарет. Да благословит тебя Бог, милая. Что у тебя нового? У нас большое благословение, наша дочь родила, и сегодня я могла провести время с ней и с малышом. Для меня было огромным удовольствием наблюдать за новорожденным, который совсем недавно появился на свет, видеть красоту, которую он отражает. Это удивительно. Да, это настоящий подарок от Господа. И мы хотим продолжать воздавать нашу благодарность Богу от всего сердца. Библия призывает «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия в Мессии Иешуа». Я хочу призвать вас сегодня практиковать благодарность Богу, иметь благодарное сердце и культивировать в себе дух радости и счастья. По мере этого мы будем становиться все сильнее и будем больше любить Господа. Шалом да благословит вас Бог, возлюбленные. Баруха Шем, благословенное имя Господне. Я рад продолжить сегодня серию проповедей под названием «Тайны сотворения». Первые две главы книги «Бытия», которые мы называем «Берешит», являются фундаментальными в том, чтобы мы открыли для себя, кто мы и для чего мы здесь. Каждый человек должен осознать свою цель, и мир сегодня ищет свою цель в самых различных сферах, в своей внешности, в деньгах, в должности, в славе, в спорте, в красоте, где только люди не ищут свою идентичность и цель. Но послушайте, мы с вами должны найти цель, которая придаст форму нашей жизни, прояснит наше предназначение и то, для чего мы были созданы. И найти ее можно в первой главе «Бытия». Правда, это логично? Если вы созданы Богом-Творцом, то разве не логично, что именно в Его руках ключ к вашей цели, и Он открывает нам нашу цель в самой первой главе «Бытия». Это так логично? Не правда ли? Что первая глава «Бытия», где описан процесс творения, также содержит причину, по которой Творец поместил нас на землю. Пока мы не ухватимся за «Хашем» — это еврейское слово, означающее имя Бога, пока не будем твердо держаться нашего Творца, чтобы понять, для чего мы здесь, и с какой целью мы появились на свет, если не будем жить в соответствии с этой целью, то никогда не будем довольны жизнью и не сможем приносить перемены. Поэтому я с удовольствием хочу копнуть глубже в Писание, чтобы мы с вами поняли цель, для которой живем. Мы будем пристально рассматривать процесс творения, чтобы нам увидеть, для чего Бог-Отец, для чего Творец, даровал нам предназначение в Своем Сыне Иешуа. В прошлой программе мы говорили о том, что было в начале. Сегодня мы не станем все это повторять. Я просто скажу, что в первом стихе первой главы, когда Господь говорит «в начале сотворил Бог небо и землю», не имеется в виду начало самого Бога. Я не стану повторяться. Скажу лишь, что Бог вечный, Он не имеет ни начала, ни конца. Его невозможно полностью понять. Его всегда больше, чем мы можем думать. И мы будем все больше Его познавать. Но Он настолько превышает нас, что мы всегда будем открывать Его, но в полноте не сможем Его познать. Я рекомендую вам заказать прошлую программу. Возможно, это одна из самых важных программ, которые вы услышите в своей жизни. Если вы смотрите нас в записи, также рекомендую вам найти запись прошлой программы этой серии. «В начале сотворил Бог небо и землю». Я также сделал ударение в прошлой программе на том, что еврейское слово «элохим», то есть слово «бог», стоит здесь во множественном числе. «Эл» — это единственное число. «Элохим» — это множественное. Мы говорили о том, почему слово «бог» дано здесь во множественном числе. Ведь здесь могло быть написано в начале «Эль сотворил небо и землю», то есть слово «бог» могло стоять в единственном числе. Почему же мы здесь видим слово «элохим»? И почему в 27 стихе этой главы Бог говорит «сотворим человека»? Почему Бог не сказал «Я сотворю человека по образу моему»? Но он сказал «сотворим человека по образу нашему». Он использует формы множественного числа «сотворим» по образу нашему. Почему личность Бога выступает во множественном числе? Дело в том, что Бог обладает многомерной природой. То есть внутри личности Бога существуют отношения. Писание говорит, что Иешуа, Мессия, всегда был в лоне Отца. И между Отцом и Сыном царят отношения любви. Внутри Бога многомерная природа. И поэтому он говорит «элохим». Сотворим человека по образу нашему. И в Евангелии от Иоанна мы читаем о сотворении следующее. Вы только вдумайтесь в эти слова. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В 14 стихе мы читаем, что Слово стало плотью. «Кто был Словом и стал плотью? Это Сын, Сын Божий». То есть внутри Бога существуют отношения. И Он сказал «сотворим человека по образу нашему». Вначале «элохим». Слово «Бог» стоит во множественном. Есть только один Бог. «Шма Израэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхат». Слушай, Израэль, Господь Бог твой один есть. Но внутри Него многомерная природа. Вы говорите «не могу это понять, не могу это объяснить». Дорогие, это действительно невозможно объяснить. Бог есть Дух. Он выше естественного. И как я уже говорил, нам не дано объяснить происхождение Бога. Он не имеет начала. Но разве можем мы это объяснить? Это для нас недостижимо. Нам этого не постичь. Не стоит даже и пытаться. Это был обзор прошлой программы, а мы продолжаем. Итак, сказано «вначале сотворил Бог небо и землю». Давайте посмотрим далее. Второй стих. «В нем сказано, земля же была безвидна и пуста». Послушайте, земля же была безвидна и пуста. Если посмотреть значение еврейских слов, то мы увидим, что земля в то время была совершенно безжизненной. У нее не было ни границ, ни определенной формы. Одна пустота. Она еще не имела вида и только должна была зародиться. Там царил сплошной хаос. Мы еще раз с вами посмотрим на второй стих, в котором сказано «земля же была безвидна и пуста». И тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. В первом стихе первой главы Господь говорит «вначале сотворил Бог небо и землю». Тут снова не имеется в виду сотворение самого Бога. Это Бог, который вечен. Он не имеет ни начала, ни конца. Его невозможно понять. Его всегда больше для нашего разумения, чем мы можем постичь. Во имя Иисуса, примите свое исцеление. Приведите сюда эту женщину. Шалом. Дорогие, мы увидели еще одно удивительное освобождение от демонических духов. Когда я проповедовал Слово Божие, у одной из женщин начали очень сильно проявляться бесы. Я взял власть над ними, но для того, чтобы эта женщина получила полную свободу, было необходимо, чтобы она сама исповедала свою власть во имя Иисуса над бесами. Мы учили ее этому, но она никак не могла исповедать, что у нее есть власть над бесами, которые вторглись в ее пространство. Власть над бесами. Нет. Власть над всеми бесами. Над бесами. Во имя Иисуса я приказываю тебе оставить ее. После долгих усилий нам удалось убедить ее сделать шаг веры во имя Иисуса и взять власть над бесами. И когда она исповедовала, что у нее власть, потому что Иисус ее Господь, и он выше этих демонов, в этот момент она обрела свободу. И в тебе, Иисус, я имею силу над всеми бесами. Над всеми бесами. Возможно, Бог ведет вас поддержать служение Равина Шнайдера, обучающего пасторов, евангелиста, проповедника большим аудиториям в Африке, Южной Америке, на Карибах, а также проповедника и служителя избранному народу Божьему в Израиле, а также его динамическое телевизионное служение, узнавая еврейского Иисуса, достигая Израиль и весь мир для Христа. При вашей поддержке Равин Шнайдер сможет донести истину Слова Божьего людям, которые, возможно, никогда бы не услышали Евангелие. Зайдите на сайт или звоните по телефону, который вы видите на экране. Когда мы изучаем Тору, первые пять книг нашей Библии, то еще древние иудейские учителя говорили о том, что мы обнаруживаем четыре уровня смысла. Есть поверхностный смысл и также три более глубоких смысла, которые мы сегодня рассмотрим, чтобы нам получить откровение, которое наш Творец желает, чтобы мы получили через этот текст. Очевидно, мы здесь видим лишь поверхностное значение. Земля же была безвидная, пуста и тьма над бездной. Но сейчас я хочу вас привести к более глубокому пониманию, чтобы вы увидели весь смысл, вложенный в данное местописание. Чтобы вы могли увидеть не только поверхностное значение данного места, но пришли к более глубокому пониманию. Те из вас, кто изучал Писание, вы знаете, что когда Бог создал человека, Он создал его из праха земного. Почему я это говорю? Дело в том, что сотворение Земли имеет отношение также и к вашей жизни. Потому что в каком-то смысле, то, что Бог сделал с Землей, то сделал и с нами. Потому что мы созданы из праха земного. То есть, чего сделана Земля, из того же материала сделаны и мы. И когда мы изучаем историю сотворения Земли, то значение происходящего мы можем также применить каждому из нас лично. Потому что мы произошли из праха земного. Помните, в Бытии 2 главе, 7 стихе сказано, «И создал Господь Бог человека из праха земного». А в 3 главе, 19 стихе, Бог сказал Адаму, «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Я хочу, чтобы вы увидели здесь параллель между сотворением Земли, вашей собственной историей и Божьим участием в вашей жизни. Итак, Земля была безвидной и пустой. То есть, она была бесформена, там была сплошная пустота и тьма над бездной. Жизни еще не существовало. И тьма была над всей Землей. Услышьте меня. До того, как Бог сказал, «Да будет свет», «Всюду была тьма». То есть, до того, как настал свет, «Всюду царила тьма». В этом есть что-то важное для вас. Тьма существовала до того, как пришел свет. Я повторю. В самом начале еще не было света. Земля была совсем пустой и бесформенной. Пустота и отсутствие жизни. Тьма была, света еще не было. Это можно применить к нашей жизни сегодня. Бог спасает нас, выводя нас из тьмы. Писание говорит нам, что мы были избраны, как царственное священство, святой народ, чтобы возвещать совершенство, внимание, того, кто призвал нас из тьмы, в свой чудный свет. Так же, как земля, мы вышли из тьмы во свет. Поэтому, в какой бы ситуации вы сейчас ни находились, и какая бы тьма вас ни окружала, вам не нужно бояться и терять надежду. Потому что так же, как в самом начале, была только тьма, пустота и бесформенность. Но Бог сказал слово и сотворил из этого всего нечто прекрасное. Через какую бы тьму вы сейчас ни проходили, Бог ожидает, что вы с верой обратитесь к Нему, чтобы Он сказал в вашу жизнь Своё Слово. И из этой тьмы произвел в вашей жизни нечто удивительное. Дорогие, у Бога есть цель для каждого. Поэтому, куда бы мы ни пошли, и что бы мы ни сделали, мы никогда не окажемся там, где Он не сможет достигнуть нас Своим светом. Послушайте еще раз. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной». Концепция того, что над бездной была тьма, говорит о том, что тьма была как глубины океана. Царил глубочайший хаос. Это говорит о том, что какой бы разбитой ни была ваша жизнь, и через какие бы ужасные обстоятельства вам не пришлось пройти, а некоторые из вас выросли в неблагополучных, разбитых семьях, у некоторых из вас и родители были преступниками или наркоманами. Кто-то из вас прошел ужасные трудности в своей жизни. Я хочу, чтобы вы знали, какой бы глубокой ни была тьма, в которой вы находитесь или находились, вы можете быть уверены в следующем. Точно так же, как Бог принес свет в сотворение мира, и тьма стала светом, так же будет и в вашей жизни. Какой бы темной она ни была, и какой бы ужасной ни была ваша ситуация, каким бы безнадежным все ни казалось, с вами Бог. Мы продолжаем. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Это еще далеко не все. Помимо того, что над бездной была тьма, было еще кое-что, и Дух Божий носился над водой. Слово «носился» означает не просто двигался, но проносился вокруг. Итак, земля была безвидна и пуста. Пустота и бесформенность говорит о глубоком хаосе. Тьма повсюду. Все было покрыто тьмой. Над бездной царила глубочайшая тьма. Но Божий Дух ждал своего часа, чтобы ему начать действовать. Дух Божий носился над поверхностью воды. Бог прямо сейчас носится над нашими жизнями, ожидая того момента, когда мы обратимся к Нему с верой. Это слово «эмун». Это еврейское слово, которое означает слово «вера». Бог ждет момента, когда Он сможет вмешаться и принести свет в нашу тьму. Он ожидает, когда Он сможет освободить нас из тьмы, из глубочайшего хаоса. Он с нетерпением ждет момента, когда Он сможет взять наши хаотичные жизни и вдохнуть в них жизнь, чтобы наши жизни приобрели форму, цель, предназначение и красоту. Для этого, друзья, требуется, чтобы мы обратились к Нему с верой, так же, как это сделала женщина с кровотечением. Она сказала себе с верой, «Я знаю, что как только коснусь Его, исцелюсь». Ее тело было в ужасном состоянии, истощенное болезнью. Врачи не могли решить ее проблему. Но верой она коснулась Иисуса, и в тот же миг Его свет и жизнь вошли в ее тело. И в тот же миг она исцелилась. Этот принцип работает и для нас с вами. Мы прочитаем далее. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Далее написано «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Дорогие друзья, я хочу вдохновить вас сегодня. У Бога есть для вас цель и предназначение. Чем глубже тьма, в которой вы находитесь, тем более славной может быть ваша победа. Иисус сказал женщине, которой было много прощено, когда она омывала его ноги слезами и помазывала миром. Все недоумевали, к чему такие растраты. Это драгоценная мира. Но Иисус сказал, «Кому много прощено, тот много любит». Иначе говоря, Иисус превратил ее тьму в удивительный свет. Это истинно работает и для вас. Дух Божий носится над вашей жизнью прямо сейчас. Он носится над вами и ожидает, когда вы воззовете к нему и соединитесь с ним через веру. Послушайте, Бог, ваш Творец без ума от вас. В следующей программе этой серии мы пойдем еще глубже в Книгу Бытия, чтобы понять причину, по которой Элохим, наш Творец, создал нас. Послушайте, эта серия покажет вам цель для вашей жизни, поставит вас на нужный путь, и придаст вам ясности. Каждый день вы будете просыпаться, зная, для чего вы здесь, и имея лучшее понимание, что вам нужно делать. С вами был Равин Шнайдер. Я люблю вас, благослови вас, Бог. Это одна из самых любимых мной серий проповедей. В ней есть глубина понимания реальности, того, что Бог превращает в свет всякую тьму, из тьмы извлекает свет. Писание говорит, что Он вывел нас из тьмы в чудный свой свет. Любимая, когда мы думаем о свидетельстве нашей жизни, понимая, откуда Бог нас забрал, это придает нам желание пламенно служить Иисусу сегодня, помня, от чего Он нас избавил. Да, я помню период, это длилось где-то лет пять. Я молилась, Боже, я хочу знать, что Ты действительно существуешь, откройся мне, яви мне себя. Я молилась по вечерам и молилась днем в течение пяти лет, но не ощущала никакого ответа. Все же знаешь, что происходило в эти пять лет, всякое основание, на котором я с детства строила свою жизнь, находясь в церкви, было разрушено. Я очутилась в полной тьме, и тогда, когда Дух Святой пришел и открылся мне, в тот же миг я могла четко различить, где тьма и где свет, я могла отличить тьму от света, и сейчас перед Богом я полна жизни и наслаждаюсь Богом Отцом, Его светом, Его жизнью, это совершенно изменило мое хождение и мою страсть по Богу, по Иешу, и это еще не все, Он научил меня отличать свет от тьмы, в этом мире нам нужно уметь различать. Аминь, какое замечательное свидетельство. Давид сказал, «Ты извлек меня из страшного рва и поставил на камни». Мы хотим вдохновить всех наших зрителей сегодня, что вне зависимости от того, каким было ваше прошлое, и даже где вы находитесь сейчас, Бог больше этого, и Он может вывести вас из всякой тьмы, вывести на свет, превратить вашу тьму во свет. Зачастую люди, которых Бог спас из глубокой тьмы, становятся самыми рьяными его последователями. Они горячо любят Иисус. В сегодняшней программе я хочу передать вам следующую концептуальную идею. Бог над всей Вселенной. Он все держит в своей руке. Он сотворил все мироздание, как видимое, так и невидимое. И Он все это сделал не случайно. Он использует все, что создал, для того, чтобы прийти к окончательному результату, а именно к тому, чтобы люди, которых Он создал по своему образу, пришли к познанию Его, возлюбили Его и пребывали с Ним. Для этого высшего блага Он даже готов использовать тьму. Аминь. О, Господь, чтобы свет Твой сиял в наших сосудах, чтобы в наших сосудах сиял Твой свет, и тьма этого мира не смогла одолеть Его, одолеть Твой свет, который царствует внутри нас. И сейчас, Бог Отец, я высвобождаю Твою любовь и Твой свет на каждого из Твоих детей. Не так давно мы с Синтией провели целый месяц в Израиле. Мы поехали туда, чтобы сфокусироваться на Слове Божьем. Я изучал Тору первые пять книг Библии. Я был поражен тем, как Бог сумел обратиться к каждой сфере нашей жизни. Он затронул все. Как одеваться, что есть, как вести бизнес, и даже как охранять свое имущество. Я знаю, что сейчас мы не под законом, но давайте не будем вдаваться в крайности. Бог желает участвовать во всех сферах нашей жизни, в том числе и в финансах. Если это служение благословляет вас и оказывает на вас влияние, то я прошу вас задуматься над тем, чтобы почитать Бога через поддержку этого служения. Благодаря вам мы достигаем мир для Иисуса Христа, и я рад, что вы по-прежнему с нами. Спасибо за вашу любовь и финансовую поддержку. Пусть Бог обильно благословит вас, я благословляю вас и шалом. Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, не облагаемые налогом, на адрес, который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте СМС на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца. И свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Иисус, 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 Иисус и Асим Леха Леха Шалом Пусть Бог Отец Яхве Бог Израиля благословит Тебя и соблюдет. Пусть Осветит Тебя сиянием лика Своего явит милосердие. Пусть Отец, Владыка Твой, воззрит на Тебя светлым взором Своим и пусть снова дарует мир любимому Чаду. Откровение сегодня для лучшего завтра. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» на своем носителе. Подпишитесь на наши обновления. Следите за нашими новостями в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютубе. Присоединиться к служению «Узнавая еврейского Иисуса» очень легко. Будьте с нами. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии. Передача «Узнавая еврейского Иисуса» служит Израилю и миру. Вначале Бог создал свет из тьмы. Не пропустите следующий выпуск программы, и вы узнаете, как Бог может создать свет посреди тьмы вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok